Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Распространено мнение, что одной из причин поражения СССР на начальном этапе войны стали репрессии Сталина в отношении офицерского корпуса в 1937-1938 годах. Это обвинение использовал еще Хрущев в знаменитом докладе о культе личности. В нем он обвинил лично Сталина в подозрительности, его вере к левете, из-за чего были уничтожены многочисленные кадры командиров и политработников, вплоть до уровня рот и батальонов. По его же утверждению, Сталин уничтожил практически все кадры, которые получили опыт ведения войны в Испании и на Дальнем Востоке. Касаться темы обоснованности репрессии сейчас мы не будем. Изучим только два основных утверждения, на которых основывается весь черный миф. Первый. Сталин уничтожил практически весь командный корпус Красной Армии. В итоге к 1941 году у СССР не осталось опытных командиров. Второй. Многие из репрессированных были гениальными полководцами, например, Тухачевский. Их ликвидация нанесла огромный урон армии и стране. Они бы пригодились в Великой Отечественной войне, и, возможно, катастрофы начального периода не произошло бы. Чаще всего упоминается цифра в 40 тысяч человек. Ее запустил в оборот Волкогонов. Причем Волкогонов уточнил, что в число репрессированных входят не только расстрелянные и посаженные, но и просто уволенные без последствий. После него пошел уже полет фантазий. Число репрессированных у Киршнера увеличивается до 44 тысяч человек. И он говорит, что это была половина офицерского корпуса. Идеолог ЦК КПСС, прораб Перестройки Яковлев, говорит о 70 тысячах. Причем утверждает, что всех убили. Рапопорт и Геллер увеличивают цифру до 100 тысяч человек. Коваль утверждает, что Сталин уничтожил почти весь офицерский корпус СССР. Что же было на самом деле? Согласно архивным документам, с 1934 по 1939 год из рядов РКХ было уволено 56 тысяч 785 человек. За 1937-1938 годы уволены 35 тысяч 20 человек. Из них 19,1%. 6 692 человека – это естественная уболь. Умершие, уволены по болезни, инвалидности, также пьянству и тому подобное. 27,2%, то есть 9 506 человек арестованы. 41,9% или 14 684 человека – уволены по политическим мотивам. 11,8% или 4 138 человек – иностранцы, немцы, финны, эстонцы, поляки, литовцы и другие, уволенные по директиве 1938 года. Были позднее восстановлены, смогли доказать, что уволены необоснованно 6 650 человек. Довольно много было уволено за пьянство, таких по приказу комиссара обороны от 28 декабря 1938 года требовали изгонять беспощадно. В итоге цифра около 40 тысяч оказывается верной, но только не всех можно считать жертвами. Если исключить из списков репрессированных пьяниц, умерших, уволенных по болезни, иностранцев, то масштабы репрессий становятся значительно меньшими. В 37-38 годах было арестовано 9579 человек – командиров. Из них в 38-39 годах были восстановлены в звании 1457 человек. Уволены по политическим мотивам 19106 человек, восстановлены 9247. Точная цифра репрессированных, причем не все были расстреляны, в 37-39 годах – 8122 человека. И 9859 человек уволены из рядов армии. Некоторые болтуны любят утверждать, что был репрессирован весь или почти весь офицерский корпус СССР. Это наглая ложь. Приводят даже цифры нехватки командирских кадров. Но забывают упоминать, что в конце 30-х годов произошел резкий рост численности РКК. Создавались десятки тысяч офицерских новых командных должностей. В 1937 году, по словам Ворошилова, в рядах армии было 206 тысяч командного состава. К 15 июня 1941 года численность командного начальствующего состава армии без политработников составляла 439 143 человека. Или к штату 85,2%. Понятно, что некомплект офицерского состава был вызван резким ростом численности армии. Репрессии оказали на него незначительное влияние. По утверждению того же Волкогонова, из-за репрессий произошло резкое понижение интеллектуального потенциала армии. Он утверждает, что к началу 1941 года лишь 7,1% командиров имели высшее образование. 55,9% среднее. 24,6% прошли командные курсы. 12,4% вообще не имели военного образования. Но эти утверждения имеют мало общего с действительностью. Согласно архивным документам, падение доли офицеров, имеющих среднее военное образование, объясняется значительным притоком в армию офицеров запаса. Из сверхсрочников, прошедших курсы младших лейтенантов. Они репрессиями. В предвоенные годы происходит увеличение доли офицеров, получивших академическое образование. В 1941 году их процент был высшим за весь предвоенный период – 7,1%. До массовых репрессий в 1936 году он составлял 6,6%. В период репрессий наблюдался устойчивый рост численности командиров, получивших среднее и высшее военное образование. Перед началом репрессий 29% высшего командного состава имели академическое образование. В 1938 году – 38%, а в 1941 году – уже 52%. Если посмотреть цифры по арестованным и назначенным на их место военачальникам, то они свидетельствуют о росте людей с академическим образованием. В целом, по генералитету, количество назначенных с высшим образованием превышает число арестованных на 45%. Например, было арестовано три заместителя наркома. Ни один не имел высшего военного образования. А двое из назначенных на их место имели. Из арестованных начальников военных округов трое имели академию. Из вновь назначенных – восемь. То есть уровень образованности высшего командования после репрессий только повысился. Есть еще один интересный аспект репрессий генералитета. Арестованные Гомарник, Примаков, Тухачевский, Федько, Якир – все, кроме Тухачевского, который провоевал несколько месяцев до плена, не участвовали в Первой мировой войне. А Жуков, Конев, Малиновский, Буденный, Рокоссовский, Толбухин – начали ее простыми солдатами. Первая группа заняла высокие посты скорее по идеологическим причинам, а не военным. А во второй – медленно, вспоминаем Суворова и Кутузова – поднимались благодаря своим талантам и умению. Они получали реальный опыт управления армией, пройдя с низов до вершин военной карьеры. В итоге «гениальные» военачальники стали таковыми, потому что вовремя примкнули к большевикам. Примаков в 2014 году, Гомарник в 2016 году, Убарьевич и Кир Федько в 2017 году, Тухачевский в 2018 году. Другая группа вступила в партию, уже став военачальниками. Конев в 2018 году, Жуков-Рокоссовский в 2019 году, Малиновский в 2016 году, Василевский-Толбухин в 2018 году. Примаков в 2018 году, Малиновский в 2010 году, Малиновский в 2018 году, Малиновский в 2014 году, заслуков Hareев-Толбухин в 2014 году, из 20-oh и 2018 года. КА 700-18 году, Малиновский в 2016 году, Сya в 2021 году, Иоанн-iny Заварυτа, «Сłamанка». Продолжение следует...